Привет! Добро пожаловать на мой канал! В новом году я хотела бы запустить новый проект, это краткий пересказ. Его суть в том, что я буду делать выжимку из прочитанных мной книг. Конечно же, на канале будут освещаться только те книги, которые полезны творческому процессу. Мне нравится читать и черпать идеи в процессе, но в некоторых книгах бывает слишком много воды, что хочется взглянуть на краткий текст, где будут собраны главные идеи. Возможно, не только у меня возникает такое желание, и именно поэтому я решила создать краткий пересказ. Я надеюсь, что этот формат тебе понравится и, возможно, подтолкнет прочитать одну из обозреваемых книг. Первой книгой я выбрала Муза, где твои крылья. Книга о том, как отстоять свое желание сделать творчество профессии и научиться жить на вдохновении, не оборвав музе крылья. От автора Яна Франк. Книга является интерактивной, в ней есть задание, где нужно что-то вырезать, писать или выделять. Яна Франк в целом советует относиться к книге как к инструменту и предлагает во время чтения делать закладки, пометки, что-то приклеивать, обводить слова или строчки, нарисовать на полях и загибать страницы. После маленького напутствия переходим к самому содержанию книги. По мнению Яны Франк, все смыслы жизни выдуманы и звучат они убедительно и важно только в наших головах. Когда мы теряем наш смысл, то словно проваливаемся в черную дыру. Мир начинает казаться пустым и пресным, пропадает желание жить. Мало кто признает важность таких простых вещей, как вдохновение, страсть, одержимость идеями и планами, огонь в груди и блеск в глазах. А те, кто понимают эту значимость, часто испытывают трудности с отстаиванием своей точки зрения, а также заслуживание подобающего отношения к себе и к своим чувствам, мыслям. Бывает сложно найти время и силы для занятий, приносящих удовольствия. Повезло, если человек осознал, что для счастья достаточно немного изменить привычный образ жизни. Но что делать человеку, который хочет серьезно заняться творческой профессией? Конечно же, творческая профессия такая же, как и остальные. При этом часто ассоциируется с неуправляемыми процессами и состояниями. Больше похоже на хобби или развлечение, а не на ответственность, бизнес и уверенность в завтрашнем дне. Эта книга для тех, кто хочет жить творчеством, сделав его своей профессией и самым важным делом жизни. Для тех, кто хочет отдавать ему свое время, силы и мотивацию. А для этого сначала Яна Франк предлагает ответить на вопросы и дописать предложение. Я хочу стать. Моя ежедневная работа будет состоять из... Я знаю людей, работающих в этой профессии. Это... Я знаю, как они туда попали. И я тоже так туда попаду. Есть коллеги, которые ходят слухи, что они начали работать в этой профессии поздно или начинали совсем с другого. Например, найти в интернете и прочитать их биографии. Какой из путей могу подойти мне? Что еще нужно поискать в связи с этим? Учебные заведения, вузы, места, где учились и проходили практику, другие. Первая часть книги посвящена ближайшему окружению, которое мешает нам творить. К сожалению, именно родные и близкие могут способствовать сдерживанию наших творческих порывов. Некоторые из них делают это осознанно, другие нет. Такое отношение может передаваться из поколения в поколение с обоснованиями, почему так будет лучше. Кто-то желает направить нас в полезное русло, другие стремятся нами управлять, третьи называют свое видение единственно правильным вариантом жить. Полезно для начала найти нашу проблему, а затем виноватого. Для поиска проблемы нужно ответить на вопрос, что я тут вообще делаю, выбрав варианты ответа. Я всю жизнь люблю рисовать, вязать, шить, рукотельничать. Только мечтать, но не делать. Хорошо, что никто не мешает. Месяцами не могу начать. Я этим занимаюсь, но мало. Я себя за это укоряю. Занимаюсь много, но это приносит только расходы. Есть дела поважнее. Все меня хвалят. Я мечтаю зарабатывать этим деньги. Стесняюсь показывать результат. Все меня за это ругают. Все меня поддерживают, но я все равно о чем-то переживаю. Я мечтаю заниматься только этим. Никто никак не комментирует происходящее. Выбирая ответы, можно проводить между ними связи со словами «но» или «и». К примеру, я себя за это корю, но все меня хвалят. Почему же иногда важно найти виноватого? Во-первых, станет легче от понимания, что в проблеме виноваты не мы одни, и что мы иногда принимаем неверное решение, потому что у нас не было другого выхода или было ощущение, что его нет. Это ощущение появляется у нас из-за других людей, которые привили его нам, чтобы им было удобнее нами управлять или извлекать от нас пользу. Во-вторых, кому-то помешал создаваемый беспорядок от нашего творчества или не понравилась наша смелость и уверенность в себе, поэтому он обрезал наши музыкрылья. И будет делать это каждый раз. Нужно научиться выявлять таких людей и отстаивать свои успехи. Кто может нам мешать? Близкие, желающие помочь нам, но полагающиеся только на свой опыт и устоявшиеся правила. Те, кто желает самоутвердиться за счет нас или получить какую-либо выгоду. Люди, которые интересуются только собой и не учитывают чужие чувства и желания. Несчастные личности, у которых нет собственной интересной жизни, они лезут в наше личное пространство, в нашу жизнь, чтобы наконец-то что-то почувствовать. Почему именно родные и близкие чаще всего становятся мешающим звеном? Все просто. Потому что посторонним людям нет для нас дела, им все равно на то, как мы тратим свои силы. Родители – источник всего, как плохого, так и хорошего в нашей жизни. Они воспитывают нас, полагаясь на их собственное воспитание и совершаемые ошибки. Чаще всего они руководствуются призывом «Я хочу, чтобы у тебя было все так же хорошо, как и у меня». Либо «Я хочу, чтобы твоя жизнь была лучше, чем моя». Список клише, на которых может основывать самышления многих людей. Первое. Нужно быть похожим на других и выбирать только стандартные профессии, чтобы не злить общество. Второе. Стоит выбирать только проверенные пути. Если заниматься делом, которое окружающие считают несерьезным или в котором никто не разбирается, то ты не получишь поддержку и останешься один. Третье. Нужно преодолевать препятствия и лень. Нельзя выбирать путь наименьшего сопротивления, ведь только так человек может расти и становиться мудрее. Четвертое. Нельзя всегда делать только то, что ты хочешь. Пятое. Нужно думать о других, поэтому нельзя делать так, как удобнее тебе. В противном случае от тебя все отвернуться. Шестое. Если делать только то, что хочется, то в дальнейшем это приведет к тому, что человек будет отказываться от любой работы, которая хоть немного ему не нравится, и останется вовсе без нее. Седьмое. Нужно жертвовать собственными желаниями, силами и временем в пользу близких и родных, чтобы они были зависимы от тебя и чтобы не бросили в трудное время. Восьмое. Не стоит слишком верить в свои силы и таланты, знать себе цену. Самоуверенных людей не любят, потому что на них нельзя положиться и их никто не достоин. Девятое. Нужно меньше верить в успех, чтобы быть готовым к ударам судьбы и легче переживать поражение. Десятое. Нужно нести ответственность за себя, детей и родителей. Возникающие проблемы стоит решать с помощью незамысловатых средств, а не идти на риски, неизвестно на какие средства и неизвестно сколько лет. Это лишь часть существующих клише, которых мы можем придерживаться или которые можем слышать о других. Старонники этих стереотипов боятся побуждения и стремления к чему-то нестандартным. Потому что веришь, что такая жизнь ведет к бедности и беспорядку. После причитанного стоит ответить на несколько вопросов. Чем я не занимаюсь, хотя давно очень хочется? Почему? Это кто-нибудь сказал? Если да, то кто? Или я просто так думаю? Родители, подавляющие творчество, чаще всего далеки от творческих профессий. Они выросли с идеей, что нужно выбирать ту деятельность, которая точно сможет прокормить и в которой не нужно рисковать. Яна Франк приводит примеры жизни. Историю женщины, занимающейся курсами для начинающих бизнесменов. Эта женщина предлагала каждой новой группе поднять руку тем, чьи родители занимаются бизнесом. Из 20-30 человек руку поднимали только парочку. То есть на курсы приходили в большей степени те, кто решил пойти против устоявшихся правил и решил рискнуть. Эти люди, скорее всего, выросли в семье, где принято работать на дядю. Люди, которые боятся создавать свой бизнес, говорят, что в бизнесе нужно вкладывать большие деньги, при этом есть риск потерять свои вложения. Бизнес – это ненадежно. В бизнесе нужно нести большую финансовую ответственность, а это страшно. Начальниками становятся нехорошие люди, которым нет дела до желаний и стремлений других людей. Начальники – нечестные люди, зарабатывающие на чужом труде. У них есть пример близкого человека, чей бизнес провалился. По статистике, лишь малый процент бизнесов закрывается по финансовой причине. В остальном они продаются другой организации, объединяются с кем-то, компания разрастается или трансформируется в другой бизнес. Неважно, занимается ли человек бизнесом или нет, в любом случае он сталкивается с потерями и неприятными событиями на работе. Важно лишь то, как человек воспринимает эти ситуации. Страшится и беспокоится? Либо стремится найти пути решений и видит в них точку роста? Творческая профессия в этом похожа. Пока один решает бороться со своими страхами, другой развивается в своей профессии. Яна Франк делится своей личной историей. Она выросла в семье, где были и врачи, и юристы, и математики. Только ее родители стали художниками. Родители не посчитали ерундой пойти в творческую профессию и окружали себя такими же людьми. Благодаря своим родителям Яна Франк прекрасно представляла, как художники зарабатывают деньги и с какими трудностями они могут столкиваться. Однако, когда она встала на путь иллюстратора, родители начали всячески ей мешать, направляя в другие русла. Почему же люди, знающие все о профессии и имеющие многогранный опыт, не впускают других в свою сферу деятельности? Причина может быть конкуренция или помешанность на своих принципах. К примеру, старый иллюстратор с трудом принимает молодого, который только начал осваивать ремесло, но уже называет себя художником. По мнению старого мастера, нельзя стать иллюстратором, пока не освоишь знания по построению, светотени, композиции и т.д. Также, помимо конкуренции и принципов, профессионалов может пугать, что человек, входящий в их деятельность, делает все иначе, по-своему, при этом получает те же самые результаты, деньги и похвалу, а может даже превзойти. Некоторые не желают передавать свои знания накопленные тяжелым трудом и долгим временем более молодому поколению, поскольку считают, что молодым достается все слишком легко. Кроме того, специалист может чувствовать несправедливость, если ему нужно поделиться каким-то методом, который он сам изобрел. Ведь если он поделится, то так смогут все, и в итоге он останется ни с чем. Можно привести пример еще одного сценария, в котором творческому человеку отрывают крылья его музы. Когда в семье появляются новенькие со своими уставами и привычками, в чем вставят под угрозу семейные устои. Чаще всего творческая личность ни в чем не виновата и просто оказывается жертвой комплексов других людей. К примеру, девушка-художник выходит замуж за мужчину, в семье которого отец был художником. Девушка думает, что в такой семье ее поймут и поддержат. Но происходит иначе. Муж начинает сравнивать работу отца с картинами жены, при этом критикуя ее и призывая рисовать, как его отец. Постепенно ради мужа девушка идет на уступки и старается изменить свой стиль, но ничего не получается. Муж делает сомнительные комментарии по типу «Ну, наконец-то, хоть что-то нормальное». Или, конечно, слабенькая работа, до отца тебе расти и расти. Девушке не нравится работа в другой технике и пытается рисовать в привычной для себя манере, но в этот момент получает лишь оскорбление ее иллюстраций. Постепенно девушка начинает сомневаться в себе, перестает рисовать и впадает в депрессию. Разбирая эту ситуацию, выяснилось, что отец мужа был алкоголиком и тираном. Вся семья боялась отца и знала, что его нельзя критиковать. Со временем все поверили, что отец не признанный гений и что окружающий не готов воспринимать его искусство. Позже отец погрузился в запой и паранойю. В этом состоянии он убедил семью, что у него везде враги, покушающиеся на его творчество. Девушка, пришедшая в семью, начала разрушать привычный травматичный мир семьи. Если бы ей позволили, то она бы смогла доказать им, что отец был посредственным художником, загнавшим семью в рамки. Вернемся к теме виноватого. Хорошо, если он найден. Теперь можно взглянуть ему в глаза и дать отпор. А также стоит взглянуть повнимательнее. Знакомы и понятны ли тебе все страхи, сомнения и поступки виноватого? Попытайся вспомнить, когда и при каких обстоятельствах началось подрезание твоих крыльев. На последний вопрос стоит ответить точно и подробно. Некоторые люди считают, что их травят окружающие, но на самом деле они сами являются источником своего несчастья. Эти люди понимают, что хотят заниматься тем, что в их окружении считается необычным. Они наблюдают за реакцией окружения на других людей, занимающихся творческой работой, и переносят эту реакцию на себя. При этом, если спросить человека, а вам, родные или близкие, какой-то конкретный человек, говорил лично, что считают плохим решением заниматься творческой профессией, то человек теряется и отвечает общими фразами. Нет, не говорили. Ну и так все понятно, никому это не нравится. И как же удивляется человек, когда сообщает родным о своей мечте, а в ответ получает, ну конечно, если тебе это важно, делай на здоровье. Может показаться идиллией, но в жизни такое встречается чаще, чем можно подумать. Может быть иначе. Человек копит себе сомнения и уверен в том, что никто его не поддержит и не поймет. В какой-то момент человек не выдерживает и высказывает все родным с претензией. Я так больше не могу. Делайте со мной что хотите. И тут становится понятно, что все время человек сам накручивал в своей голове драму. И что родные даже не подозревали о его мучениях и готовы его принять и поддержать. История их жизни. Девушка-иллюстратор вышла замуж за архитектора. Они жили и работали вместе несколько лет, после чего родился ребенок. С появлением ребенка дома стало беспокойно и шумно. Девушка постоянно отвлекалась на ребенка, даже когда за ним присматривал муж, из-за чего она не могла работать. Зато мужу было все равно на шум и помехе. Он спокойно продолжал работать. Девушка задумалась, почему она так не может. Она стала перебирать разные решения. Закрываться в комнате, снять офис, нанять няню и так далее. Но поняла, что ничего ей не поможет. Девушка считала, что муж будет против выделить средства на офис или няню, которые были бы для нее спасением. От раздумий девушка со временем помрачнела. И когда муж спросил ее, в чем она делала, она наконец-то ему все рассказала. Выяснил, что муж согласен и на офис, и на няню. В дальнейшем семья так и поступила. Сняли комнату для офиса и наняли няню. И к чему была нужна вся драма, которую девушка развела в своей голове? Невероятно, как люди верят в то, что сами себе представили. Верят так сильно, что перестают замечать разницу между реальностью и вымыслом. Люди перестают пытаться пробовать, спрашивать и говорить с другими. Бывает, что близкие никак не высказываются и не поддерживают, при этом не мешают. В такой нейтральной ситуации стоит лучше верить в хорошее и радоваться, что никто не препятствует развитию. К чему эта история? К тому, что перебрав круг виноватых, стоит рассматривать вариант, где мы сами себе мешаем. Возможно, наши противники воображаемы и существуют только наши личные сомнения, страхи и комплексы. Зачем мы себе мешаем? Некоторые верят, что все плохо. Они боятся своей мечты и не хотят признавать, что никто им не мешает. Поэтому им легче прятаться за мыслью, что это окружение и источник всех бед и что лучше даже не пробовать, чтобы в конце не разочароваться. В то же время, общество может внушить нам, что мы хотим совсем не того, что нужно. Словно искусство может существовать только в определенной форме. К примеру, дело может заниматься только серьезно либо никак вовсе. Никакого рисования по вечерам, только серьезный подход, как в полноценной работе. Кого-то растяется мысль, что творческая профессия это нечто плохое, и если в семье кто-то занимается искусством, то это нужно воспринимать как горе. Человек в такой семье становится ненормальным, словно у него есть врожденная болезнь. Внушается убеждение, что в мире творческих личностей становятся успешными только психически больные, а остальные так и остаются непризнанными. При этом большие амбиции могут стать для многих врагом. Эти амбиции могут быть навязаны авторитетной личностью или вовсе никем не привиты. Ребенок с детства может грезить громадными целями, не рассматривая более простые пути, что в дальнейшем его сковывает. Он может даже не начать творить, так как боится не достигнуть высокого уровня. Стоит рассматривать вариант, когда кто-то мечтает о том, что на самом деле не хочет. Это может произойти, к примеру, из-за того, что в семье принуждают выбирать то, что считается истинным в кругу этой семьи. Человек стремится быть хорошим и любимым, поэтому подчиняется наставлениям. Может быть иначе, наперекор кому-то человек начинает заниматься нелюбимой деятельностью. Хоть человек и может соорудить что-то сам, но он не хочет. Для некоторых счастье – это любоваться трудами других людей, картинами, фотографиями, скульптурами и тому подобное. Может потребоваться смелость, чтобы признаться в таком отношении к творчеству. А еще понять, что рассматривать, выбирать, покупать, носить, раскладывать, возможно, продавать или показывать другим – это тоже труд, и он тоже творческий. Если ты понимаешь, что мечта твоя и никем не навязана, то стоит разобраться, как бороться с помехами. Для начала стоит понять, что вам кто-то мешает. Одно понимание уже поможет избавиться от половины внешних вредительств. Иногда помогает произнести вслух свои страхи и прочувствует связанные со страхом эмоции. У каждого есть запас уверенности в себе и внутренний баланс. Люди пытаются воздействовать на наш внутренний баланс, используя метод кнута и пряника. Манипулятор вначале подсаживает творческую личность на комплименты и доброжелательность, а затем постепенно заменяет конструктивную критику на жесткие фразы и непрошенный совет. Если творец прогладывает всю критику, то замечания становятся негативнее, и все подводится к тому, что в нем нет никакого таланта. Со временем творческая личность начинает сомневаться в своих силах. У него пропадает желание делать что-либо, так как это приведет только к разочарованиям. Если человеку, который постоянно прикладывает сил и пытается снова и снова, все время говорят, что все плохо и становится только хуже, то это, вероятнее всего, ложь. Если всегда трудиться, то результат обязательно будет, со временем за счет практики навыки улучшаются. Если пропадает желание заниматься любимым делом, ответь на три вопроса. Что мне сказали, кто это сказал и зачем? Если раньше человеку нравилось то, чем вы занимаетесь, а сейчас нет, при этом ничего не менялось, то, скорее всего, изменилось отношение к вам. Возможно, отношение исказилось из-за комплексов зависти и собственных слабостей человека. Другим способом манипуляции является одобрение работы, но порисание в чем-то другом. К примеру, упрекая затрату денег на материалы, за непроведенное вместе с семьей время, за выбор собственных интересов, а не общение с друзьями. Конечно, следует находить баланс между работой и родными, между чрезмерной работой и здоровью, между безграничными тратами и необходимыми покупками, а также покупками для души. При этом, если упреки безосновательны, то не стоит к ним прислушиваться и винить себя. Яна Франк советует анализировать ситуацию, когда вы чувствуете вину во время занятия творчеством, отвечая на вопросы «В чем творчество виновата?» И почему это глупости? Здесь нужно хорошо подумать. Внутренний двигатель, зарождающий в нас движение, это воля. Когда человеку тяжело живется, то со временем он старается сократить количество дел. Маленькие проблемы могут казаться ему огромными. Когда воля ослаблена, то первым делом страдают творческие порывы. Человеку могут навязывать, что нельзя выбирать простые решения. Его нагружают мелкими делами, которые другое мог бы сделать гораздо быстрее и постоянно ему напоминают о других вещах, которыми человек сейчас не может заняться. Даже если большая часть этих дел не имеет значения, то напоминание вгоняет человека в беспокойное состояние. А если для решения задачи нужна чья-то помощь, то это превращается в огромную проблему. У человека не остается силы времени на творчество, так как он погружен в суету и сплошные проблемы. Как с этим бороться? Нужно выявить, откуда берется напряжение и кто придумывает лишние проблемы. Затем нужно научиться объективно оценивать ситуацию, задавая вопросы. Когда возникло ощущение, что есть проблема? Есть ли простое решение? Что мешает выбрать простой способ? После анализа обстановки следует дать отпор тому, кто создает надуманные проблемы. достаточно дать понять оппоненту, что он выдумал проблему на пустом месте. К примеру, используя фразы «Хватит создавать панику на ровном месте. Не накаляй ситуацию. Я лучше решаю в спокойном состоянии или свою работу буду выполнять так, как мне удобно. Если что-то не нравится, то сделай это сам». Порой нужно не только дать отпор, но и заявить, зачем нужны силы. Вы освобождаете время для своих целей, так как вы можете поддерживать желание двигаться дальше. Бывает, что окружающие согласны, чтобы вы занимались творчеством, но только после того, как дома будет убрано, дети будут накормлены, будет накоплено достаточно денег с помощью другой работы и так далее. Получается, что творчество не запрещают, при этом воспринимая как развлечение, как что-то, что не имеет значения. Такая ситуация может сохраняться, даже если человек уже зарабатывает на творчестве и состоялся как профессионал. Человеку стоит твердо заявить, что это его работа, а не хобби, и что он зарабатывает этим деньги. Рассматривая людей с другими профессиями, юристы, менеджеры, врачи и так далее, можно заметить, что близкие поддерживают их с большей вероятностью, поскольку их деятельность более понятна. Хотя нет полной гарантии, что эти люди добьются успеха, закончат образование, не лишатся лицензии в дальнейшем. Творческие личности мечтают о поддержке родных, и лишь немногие ее получают. Родные могут бояться того, что не знают, так возникают сложности. Поэтому стоит предоставить им информацию и примеры из жизни, людей, которые зарабатывают на своем деле, профессионалов разного уровня, разные сферы деятельности, которыми можно заниматься, перспективы для роста. Близких можно убедить в своем выборе, подробно рассказав о намеченном пути, о своих целях, желаниях и намерениях. Главное дать им понять, что вы уверены в себе и способны многому научиться, если чего-то еще не знаете. Вы испытываете счастье, когда занимаетесь любимым делом. Яна Франк рекомендует заполнить три списка. Все мои ежедневные обязанности, обязанности моих родных и близких, что из моих обязанностей можно отдать другому. После этого нужно подчеркнуть самые важные свои дела, которые вы будете делать в первую очередь. Остальные пункты можно передвигать или по возможности делегировать другим. Когда Творец твердый определился чем и как будет заниматься, решил трансформировать хобби в работу и поставил перед фактом близких, то может начаться новое давление. Нужно подавить панику и всех успокоить, рассказав о своих планах и о вере в себя и что у вас есть запасной вариант, если вдруг ничего не получится. Если пока что четкого плана нет и вы потихоньку развиваетесь, то окружающие начинают вмешиваться, выпытывая подробности. При этом планирование своего дела может занимать достаточно времени. Одни планы могут сменяться на другие, более или менее удачные. Однако дело не только в планах, но и во внутреннем состоянии дворца. если он решил поделиться задуманным, то это еще не значит, что он готов воплощать это. Некоторым людям потребуются силы, чтобы справиться с внутренним барьерами, к примеру, со страхом инвестиций или со страхом возможных долгов, если ничего не получится. Иногда, чтобы начать новое дело и решиться на что-то, может потребоваться пройти много этапов, и некоторые из которых могут выглядеть со стороны как бездействия. Разные этапы могут занимать разное время, от пару часов до нескольких лет. Что же будет после того, как мы отвоевали свое право идти к цели и составили, или еще не до конца план действий? Могут накрывать страхи, что наше творчество в итоге никому не понадобится, никто ничего не закажет и не купит. Однако, можно продать абсолютно все при должной подаче разобраться, лучше преподнести свой продукт. Если совсем ничего не получается, то можно обратиться к специалистам, которые помогут разобраться, подскажут ошибки и построят новую стратегию. Может ли быть так, что все заработает не совсем так, как хотелось бы? Может ли не хватать мотивации, сил или средств? Да, и более того, ранее казавшееся интересным направлением может оказаться совсем непривлекательным. И что дело в таком случае? Как посмотреть в глаза тем, кто поддерживал и кому обещал свой успех? Риск есть всегда, поэтому когда человек начинает новый путь, он не может точно знать, что его ждет. На любом этапе можно разочароваться. Нужно будет лишь поставить всех перед фактом о произошедшем, а затем продолжить жить дальше. В результате мы рассмотрели несколько вариантов развития событий, от все до ничего. Нужно быть готовым к любому из них, главное разрешить себе пойти на риск и получить из этого опыт. Для того, чтобы стать успешным в любом деле, нужна вера в себя, хотя другие могут назвать трудоспособность, талант, мотивацию или образование. Вера в себя сильнее сомнений, уверенный в себе человек неудобен для других, так как ставит свое дело в приоритет, не идет на поводу чужих капризов. Всегда найдутся люди, которые пытаются пошатнуть чужую веру ради собственного комфорта, поэтому нужно не только верить в себя, но и уметь отстаивать эти убеждения. Где взять веру в себя? Стоит почаще слушать тех, кто верит в вас. А где найти таких людей? Нужно присмотреться к родным и близким. Если среди них не нашлось такого человека, то стоит обратить внимание на окружающих. Обязательно найдется человек, который заинтересуется вашей идеей или планом, сделает комплимент. Нужно тянуться к людям, которые готовы вас поддержать и конструктивно обсудить ошибку, если вдруг она произошла. Также иногда стоит спрашивать разных людей, «Как ты думаешь, получится ли у меня вот это?» Если ответ отрицательный, то можно расспросить, почему человек так считает. Если собеседник злобно высказывается без причины, то не стоит тратить на него время. А если говорит что-то объективное, это может быть темой для размышлений. Любой такой разговор можно обсуждать и подвергать критике. Яна Франк советует написать несколько ответов на вопрос, а что у меня хорошего? К примеру, я умею планировать время и многое успеваю. Я верю в себя. Помимо прочего, вам может помочь подведение итогов. Что вы уже умеете, что делаете регулярно и чего добились. Если записать все, что мы делаем, то найдется время, которое мы тратим впустую. Это время можно использовать для более важных дел. В книге рекомендуется заполнить поля и списка, какие шаги уже сделаны, при этом ответив выполненной галочкой. Я уже верю в свой проект и хочу попробовать. Уже собрано много информации, например, о... Уже опрошено много полезных людей, например... Уже найдены для работы... Уже понятно, чего не нужно делать, потому что... Что еще удалось сделать или узнать? Можно вспомнить разные случаи с детства, как мы справлялись с поставленными задачами, хотя тоже боялись неизвестности. Чтобы не испытывать страх неизвестности, если цель кажется слишком далекой, можно разделить цель на маленькие задачи. Так проще сохранять мотивацию. Со временем будет легче оценивать проекта, сколько времени и сил вам потребуется. Чтобы разобраться со страхом и лишить его силы, нужно написать несколько примеров тяжелых испытаний, с которыми вы уже справились, а также записать похожие обстоятельства, которые перестали быть пугающими. Страх можно доводить до абсурда или наоборот подходить к нему с логическими доводами. Страх начинает отступать только от того, что о нем говорят и подробно разбирают. Обсуждая чужие тревоги, мы сохраняем рассудительность, но стоит заговорить о своих, теряем эту способность. Нужно стараться поддерживать возможность мысли трезво. Для этого нужно заботиться о себе, спать, кушать и отдыхать. Когда речь заходит о смене профессий или выборе пути, о котором еще мало знаем, то страхи раскрываются с большей силой. Разберем основные опасения. Первое. Остаться без работы в отличие от других востребованных специалистов. Любой специалист может остаться без работы или разочароваться в своей деятельности, к примеру, еще во время учебы. Для того, чтобы посмотреть, сколько людей меняют профессию, перечисли 100 человек, родных и знакомых, а также знаменитых людей, еще биографии в открытом доступе. После этого рядом с именем напиши, кем сейчас работает человек и на кого учился, работал ли он где-то еще. Второе. Творческие услуги не будут востребованы в кризис. Во все времена найдется место для творческих личностей и их произведений. Всегда найдутся те, кто хочет приукрасить себя или свой дом. Третье. Творческая профессия ненадежная. Во всех сферах сейчас идет быстрое развитие технологий. Поэтому нельзя оставаться на одном месте, нужно постоянно совершенствоваться. Все подстраиваются под меняющиеся вкусы и моду, неожиданные социальные и природные происшествия. Профессионал должен уметь работать даже не в самых благоприятных условиях. Задание. Перечислите творческие личности, которые прожили за счет своего труда много лет. Просматривая их биографию, определите, как менялось их творчество и какие события мира могли на это повлиять. Чем прославился этот человек? Были ли у него плохие этапы? Чего еще может бояться художник? Что у него ничего не получится? Человек, который ничего не умеет и ничего не делает, находится в плохом положении. Ниже нуля ему не спуститься, ему нечего терять и бояться. А творец, что решил рискнуть и попробовать что-то сделать, выходит на другой уровень. У него есть шанс дорасти до серьезных высот, но это будет потом, если дело ему понравится и все получится. Если творец не захочет дальше продолжать свое дело, то ничего, можно радоваться уже проделан на работе и полученному результату. Бывает, что не окружающие сравнивают художника с великими деятелями, а он сам принижает себя. Художник ждет позора высмеивания, если у него ничего не получится. Сложно продолжать творить, когда знаешь, как должен выглядеть идеальный результат, но чем меньше практики, тем труднее идти дальше по намеченному пути. Нужно отбросить сомнений и запомнить, что тяжело только на первых порах, сразу может ничего не получаться. Нужно пройти через обучение, совершить ошибки, а у каждого человека свое количество ошибок. Постепенно обучение отразится на качестве, результаты будут улучшаться. Не стоит сравнивать себя с другими, потому что всегда найдется кто-то, кто лучше вас. И это связано с тем, что невозможно всем угодить. Все зависит от вкуса и идеала отдельно взятого человека. Вы можете попробовать копировать свой идеал, изучив его технику. Чем он рисует, как наносит штрихи, как смешивает краски, какие композиции выбирает. Если погрузиться в эту задачу, то через некоторое время вы сможете приблизиться к любимому автору. Раньше его творчество казалось недостижимым, но сейчас мы легко разбираемся в каждой работе. Незаметно возникает ощущение, что все ясно. Захочется творить по-своему, не копируя. Разбирая чужие работы, можно понять, что нету лучше или хуже, каждый выбирает свое направление и свои приемы. Есть ли у тебя кумир или пример для подражания, от которого ты хотел получить комментарий? Может так получиться, что его слова будут совсем иными, не такими, как мы себе представляли? Что делать, если получил критику от важного человека? Не ставь сразу делать пугающие выводы. Возможно, ему не понравилась только какая-то работа или а не все творчество автора. Негативную оценку можно получить по многим причинам, не зависящим от качества исполнения автора и самой работы. При этом, что не нравится одному, зайдет другому. Яна Франк рекомендует выполнить задание. Нужно завести две баночки или коробки. Одну для обид, другую для комплиментов. Если кто-то вас похвалил или поругал и слова запали в душу, то запишите их на листик и положите в нужную емкость. Через пару месяцев перечитайте листики с обидными словами и избавьтесь от тех, которые стали казаться глупыми. Сравните то, что осталось. Выставляя рисунок на показ, нужно уметь фильтровать критику. Отличать конструктивную критику от неконструктивной. присматриваться критикующим для себя решить, чью критику можно принимать. В конструктивной критике человек должен рассказать, что именно ему не понравилось. Исполнение, композиция, цвет и тому подобное не просто словами все плохо. Если в критике нет уточнений, то нет смысла ее воспринимать. Также если критикующий излишне эмоциональный или употребляет ругательство и личное оскорбление, то не стоит обращать на него внимания, так как скорее всего у него свои проблемы не связанные с вашей работой. Если кто-то критикует используя профессиональные термины, то можно поискать информацию об этом человеке, посмотреть профиль в социальных сетях, перейти на его личный сайт и так далее. Чаще всего люди, стремящиеся комментировать чужое творчество и чрезмерно вставляющие профессиональные термины в свою речь, сами ничего не достигли. В их биографии нет ничего интересного. Настоящий специалист не станет лезть о своем мнении и оставляет конструктивную критику только если его попросят. Также критиком может быть человек, любящий только один стиль или жанр, при этом не приемлющий другие, пытаться ему понравиться пустая трата времени. Выбирая человека, от которого вы согласны принимать критику, стоит учитывать, что он разбирается в данной теме и направлении, в котором вы работаете, дружественно настроен и искренне желает вам хорошего, имеет более или менее схожие вкусы с вами в данной теме, работал с клиентами и разбирается в продажах, если нужно посоветоваться насчет коммерческого заказа. дружества несколько разных человек независимо друг от друга неотопрительно высказываются какой-то детали в работе, то в таком случае можно повнимательнее взглянуть на эту деталь. Возможно, ее стоит переделать. Если поговорить о различиях между авторами, то можно вспомнить о непонятном желании попробовать что-то иное, не похожее на собственный стиль. Дворец возможно хочет расширить свои возможности, вдохнуть что-то новое в свой стиль или наоборот пробовать делать иначе, чтобы полностью убедиться, что ему это не подходит. После подобных экспериментов часть людей не возвращается к опробованному стилю, а другие извлекают для себя пользу. Думая о том, у кого нам учиться, мы рассчитываем только на тех, кто авторитет, явно знает больше нас, а остальных мы недооцениваем. На самом деле, от любого человека можно получить знания или совет. Получая от разных людей по одному совету, встроится комплекс знаний, необходимых для работы. Яна Франк предлагает завести тетрадь или файл на компьютере, чтобы записывать новые цитаты, идеи, полезные ссылки, указывая коротко источник. Через год нужно посмотреть, сколько всего там накопилось. после всех разговоров о критиках и о тех, кому стоит прислушиваться, следует подумать о себе. Как понять, чем именно хочется заниматься, если интересных дел так много? Некоторым людям везет, и они знают с самого детства, чем они будут заниматься. Некоторым приходится перебирать все варианты, прежде чем найдется тот самый. Если вам кажется, что вас привлекают различные виды деятельности, то выпишите список этих дел. После этого попробуйте позаниматься каждым из них 3-4 дня. Или сделайте какой-то серьезный проект. Из списка вычеркните дела, которыми вы не готовы заниматься часто или вовсе. Также выделите дела, о которых вы мечтали, при этом которыми не надоело заниматься через месяц или больше. Выделенные дела это те, которыми вы действительно хотите заниматься. Если в списке остались незачеркнутые невыделенные дела, то их рассматривайте как запасной вариант. Также стоит оценивать каждое дело, готовы ли вы заниматься им целыми днями, посвящая себя этой деятельности год или больше, и грустно ли вам, если не занимаетесь им. Нужно понимать, что успех и деньги принесет лишь та деятельность, которой вы готовы заниматься с любовью и которой у вас есть искренний интерес. Этим делом нужно будет заниматься каждый день, отдавая свои силы и время для получения хорошего результата. Таланты способны заниматься чем-то достаточно усердно и долго для получения выдающегося результата. Важно, чтобы у человека не просто получилось сделать что-то лучше других, но и чтобы он был готов прикладывать усилия, наслаждаться процессом совершенствования навыков. Стоит помнить, что без уверенности в себе не получится хорошо работать и тем более продавать свой труд. Нужно научиться оценивать свои достижения, знать себе цену и уметь постоять за свое дело. Для этого следует определять уровень коллег, смотреть комментарии к их работам, прислушиваться к компетентным специалистам. постепенно получится определять как сделать работу лучше и что ее портит. Для повышения уверенности стоит совершать простые действия. Чаще слушать тех, кто вас хвалит, взаимодействовать с теми, кто вас поддерживает и прислушиваться что они предлагают, прислушиваться к советам об организации работы или к предложениям о месте работы, радоваться если родные и близкие хотят купить вашу работу, дарить свои произведения стоит только самым близким, поскольку это широкий жест, нужно уметь ценить свой труд. Чаще показывайте свои работы другим, чтобы с большей вероятностью найти поклонников своего творчества. Собирайте комплименты, а брань выкидывайте. Важно уважать свой труд, и не стоит использовать какие-либо оскорбительные и унизительные слова в сторону своих произведений. И нельзя позволять другим, так говорить о вашей работе. Если вы не будете уважать свою деятельность, то и другие не станут. Когда не хватает сил заниматься чем-либо, помечтайте. Мечтание требует мало сил, но помогает нам вернуть вдохновение и фантазию. при этом иногда мечты переходят в реальный план действий с конкретными решениями. Иногда для реализации какой-то идеи требуется время, поскольку в мире еще не существует необходимых технологий, а если есть, то они очень затратны. Может потребоваться год или гораздо больше. Стоит постоянно проверять старые мечты, появилась ли возможность их исполнить. Посомневавшись и помечтав, пора заняться серьезным делом, то есть что-то делать, а не только размышлять. Важно иметь верное отношение к делу. Если вы не считаете занятие приоритетным, то скорее всего вы будете его постоянно откладывать, предпочитая давать время для других забот. Постоянно сверяйтесь с тем, что для вас действительно важно и чем вы хотите заниматься. Необходима регулярность выполнения дел, чтобы был виден результат. Чем чаще вы занимаетесь, тем больше будет результат. Вы можете использовать напоминалки, чтобы приучить себя браться за дело и чтобы это вошло в привычку. Если спустя время вы понимаете, что любимая работа стала восприниматься в тягость, то стоит остановиться и задуматься, что изменилось, что стало вызывать ощущение отчаяния или скуки, что мешает вдохновению. Возможно, ваш бизнес так вырос, что теперь не хватает места или нового оборудования. Или может вы начинали маленькое дело, а оно стало полноценной работой, только ваше отношение к нему не поменялось. В таком случае стоит выписать список мелких рутинных задач, которые растянулись на весь рабочий день, а также написать вещи, которые уже некоторое время не помещаются на вашем рабочем месте. Выбрав профессию коммерческого иллюстратора, нужно быть готовым выполнять работу на заданную заказчиком тему. Если вам трудно выполнять требования и рисовать конкретные вещи, то возможно это направление не для вас. Если вы стремитесь создавать работу на свое осмотрение и хотите, чтобы их покупали такими, какие они есть, то вам подойдет быть художником. Ведь именно он делает так, видит. Его работы покупают только те, кому они действительно нравятся. Только нужно иметь цельное представление о своем деле, иметь концепцию и задачу, работать над искусством так же серьезно, как и над любым другим бизнесом. Можно ли творцу много думать о продажах? Желание заработать нет ничего плохого. Наоборот, отсутствие финансов пугает, мешает сосредоточиться, и убивает вдохновение, лишает покоя и сна. Конечно, хорошо радоваться тому, что имеешь, но нужно уметь добывать определенный минимум с легкостью. Это говорит об умении взаимодействия с окружающими в разных обстоятельствах. Хорошо, если у вас получится расспросить тех, кто давно занимается продажами, так как на рынке искусства есть свои правила и ценообразования. Нужно внимательнее изучить чужой товар, на который вы опираетесь для примера. Копируя чужую бизнес-модель, нужно задуматься, сходятся ли у вас техники изготовления товара, одинаковый ли тираж, вы делаете одинаковое количество образцов в год, на производство товара уходит схожее время, себестоимость товара не сильно отличается, сможете ли вы выдавать столько же проектов, идей, выставок, образцов и тому подобное. Использовать уже существующую бизнес-модель нормально, только в нее нужно добавлять свои детали, которые внесут свой стиль, впечатление и основную тему, при этом едва заметно повлияв на работу. Чтобы ваш бизнес выделялся среди других, нужно подумать о том, какие особые увлечения у вас есть и как их можно применить в бизнесе, есть ли любимая необычная тема, есть ли личная особенность, которую можно обыграть, левша, инвалид, любитель кошек и так далее, можете ли вы сделать что-то, что не могут другие? Перейдем к тем людям, которым ничто не мешает, они выбрали дело мечты и могут заниматься любимым делом в том объеме, которым нужен. Однако они не приступают к работе, постоянно ее откладывают. Это может быть прокрастинацией или же депрессией, если ничего не хочется без видимой причины и нет сил себя заставить сесть за дело. Нужно обратиться к специалисту, чтобы в этом разобраться. Конечно же, это может быть простая лень, которая чаще всего сигнализирует о накопленной усталости. Возможно, вы долгое время выполняли большую нагрузку. Поэтому осмотрите свои планы и подумайте об отдыхе. Если мотивация к работе снижает мысль о предстоящем и конкретном этапе, то стоит задуматься, чтобы нелюбимый этап выполнял другой человек. У всех есть неприятная часть работы, которая для другого может приносить радость. Нужно найти такого человека и договориться с ним за оплату. Избавившись от тормозящей части дела, мы сможем эффективнее работать и тем самым больше зарабатывать. Почему мы хотим работать и делать это хорошо? Рассмотрим ситуацию, когда человек остался без работы. Он волен делать все, что хочет. Одни люди начинают ходить постоянно по друзьям, так как не могут выдержать одиночества, но друзья их постепенно отвергают из-за своих дел. Время начинает казаться мучительным, ведь его нечем заполнить. Другие люди предпочитают сидеть дома, хотя вначале считали, что будут ходить в спортзал, гулять по паркам и посещать различные мероприятия. Со временем выход из дома стал восприниматься для них как сверх напряжение. Чем меньше человек что-то делает, тем меньше у него сил и мотивации. Так накапливаются бытовые дела, к которым уже страшно прикоснуться. Получается, чем больше человек делает, тем больше он успевает, он растет через усилие. Поэтому даже когда нет необходимости работать, многие находят себе деятельность, чтобы жить было веселее. Работа это то, что мы выбираем для себя, для нашего развития. в связи с этим мы хотим выполнять работу хорошо. Мы не только не хотим плохо выглядеть в чужих глазах, но и не хотим выражать неуважение к себе. Плохо выполненная работа ощущается как зря потраченное время. При этом выполняя работу стоит помнить, что нужно находить баланс между четким расписанием и свободой действий. План работы позволяет все организовать, помогает решить проблемы и освободить время для новых интересных задач. Но при чрезмерном соблюдении графика можно упустить счастье. Поговорим про вдохновение творцов. Их воодушевляют не только природа, книги, путешествия, но и другие люди. Если музык для творца стал не партнер или другой близкий человек, то могут происходить конфликты. К примеру, из-за того, что творческая личность стремится общаться и проводить время со своей музой, партнер этого не понимает и даже ревнует к ней. Также родные могут считать, что никакого вдохновения не существует и общение с музой это просто каприз. В таком случае нужно объяснять, что вдохновение это часть работы, а общение с музой это деловая встреча. Взаимоотношения между музой и мастером могут быть абсолютно разными. Кто-то остается в дружеских отношениях, а у кого-то перерастают в романы. Кроме того, в музой могут выступать мертвые люди, которых творцы знали лично или по истории. В таком случае мастер обращается к светлому образу человека, к его событиям и жизни, успехам и творениям. К тому же, не стоит забывать про питомцев-художников, которые греют душу и могут становиться натурой для произведений. Музы становятся те, кто близок к нам по духу и с кем у нас совпадают взгляды и вкусы. В то же время у музы должен оставаться свой взгляд на вещи, потому что именно это в ней и привлекает, она видит то, что мы не замечаем. Интерес к музе может пропадать, поскольку вначале человек может казаться интересным и вдохновляющим, но по мере общения эмоциональный всплеск стихает, новых у музы есть антипод, антимуза. Это тот человек, который претендует на роль музы, но не собирается ее выполнять. Он отбивает всякое желание творить. Чаще всего антимузы становятся партнеры, не разделяющие творческие порывы своей половинки. Они не умеют вдохновлять и не хотят что-либо делать для этого. Партнеры стараются оградить творца вдохновляющих друзей. Они присоединяются к интересным проектам, делая их скучными. Еще одним вариантом может быть, когда поначалу интересы и взгляды мастера и музы совпадают. Но со временем музы начинают навязывать свои представления и позицию. Мастеру эти представления чуждые, у него не получается включать их в свою работу. Тогда муза превращается в антимузу, обижаясь на мастера и требует, чтобы хоть что-то было вдохновлено ею. С самого начала поддерживая и разделяя творчество мастера, антимуза постепенно внушают ему, что он работает не в том жанре, в стиле или его работа не похожа на произведение знаменитого художника. Помимо этого, антимуза может преследовать личные цели, способствуя творчеству мастера, к примеру, получать часть его славы или денег. Если творческий парус заканчивается слезами, то стоит подумать, какие комментарии и действия лишают вас желания заниматься творчеством, чьи слова сменяют радость от законченного проекта на чувство вины и разочарования? Почему вы позволяете человеку оказывать на вас давление? Раньше он поддерживал вас искренне, а сейчас общение с ним дает что-то еще кроме обиды и разочарования? Чтобы распознать антимузу, нужно всегда прослушиваться к себе и к своим чувствам и замечать, когда общение с человеком прекращает приносить радость и вдохновение. Хорошо, если есть возможность отстранить антимузу от творчества и от своей жизни. Рассмотрим вариант, когда кто-то обнаруживает талант в своем партнере и всячески начинает подталкивать его к совершенствованию и творчеству. Этот кто-то пытается стать нужным за счет своего партнера, ухаживая за ним, занимаясь готовкой, уборгой, вдохновением и так далее. Может быть и другой вариант, когда мастер называет кого-то своей музой и активно внедряется в ее жизнь. Однако, затевая новое дело, сам мастер ничего не делает, оправдываясь различными причинами. Все ложится на плечи музы, хотя на словах у них творческое сотрудничество. Поэтому нужно уметь распознавать взаимодействие двух творческих личностей и связь, когда один использует другого. Начиная с кем-то бизнес, нужно ответить на несколько вопросов. Что будет, если вам или вашему партнеру станут интересны другие вещи? Ссорились ли вы до этого? Что будет, если вы сильно поссоритесь? Приходилось ли вам до этого отказывать в деньгах партнеров? Сможете ли вы это сделать? Просили ли вы до этого партнера деньги? Легко ли это получилось? Вы можете сказать ему нет? Вы с партнером можете извиниться друг перед другом, если поссорились? Вы готовы подписать юридическое соглашение партнерства, не поссорившись? Конечно же, бизнес со спутником жизни, другом или музой может быть успешным. Но нужно быть готовым к развитию событий, если вдруг отношения закончатся, а общий бизнес еще останется. Одним из способов продвинуть бизнес является участие в мероприятиях с коллегами. При этом подобная общественная жизнь иногда может занимать слишком много ресурсов. И если говорить про бесплатную публикацию, где показывается картина, указывается авторство и есть ссылка на сайт, то это прекрасный шанс, чтобы ваша работа увидели новые заказчики и поклонники. Дополнительно можно выставлять информацию о публикации у себя в блоге или портфолио. Этот способ не требует затрат и больших усилий. Принято, что специально заказанная для чего-то администрация обязательно оплачивается, но если работа уже опубликована или продана, то авторы могут попросить разместить ее для бесплатной публикации. К примеру, как образец в каком-то сборнике. Подобные публикации способствуют повышению популярности. Порцу нужно только хорошо оформить свой блог или сайт, чтобы после печати работы новые посетители легко могли найти контакты и другую важную информацию. Осторожнее нужно относиться к акциям и проектам. Если вас просят дать интервью или присылать свои иллюстрации, то это не занимает много времени. Однако, если вас просят активно участвовать в общественной жизни, то нужно узнать, какой там объем работы действительно. И подумайте, принесет ли вам пользу подобное участие? И нужно оценить, сколько рабочего времени вы потратите на данное мероприятие. Стоит ли оно того? Также опасно браться за совместные проекты, где части работы зависят от других людей. Нужно быть внимательным, когда популярность возрастает, так как начинает поступать больше предложений в сотрудничестве. При этом выясняется, что большую часть проекта нужно будет сделать самостоятельно, нужно многое придумать, взять расходы и ответственность на себя. Получается, что изначально легче сделать такой проект самому, так как другие люди не помогают и даже могут прибавлять забот. Нужно уметь оценивать проекты, в которые вас приглашают и нужно учиться отказывать так, чтобы это не было обидно и чтобы в дальнейшем можно было сотрудничать, если будет предложена другая, более выгодная работа. К тому же нужно уметь отказывать, если кто-то из ваших родственников пообещал кому-то, что вы сделаете работу бесплатно. Лучше отказывать без объяснений, поскольку оппонент начинает опровергать ваше потому, что то, что для нас является веским аргументом, для других ничего не значит. Если человек настаивает с вопросами, почему вы не хотите взяться за работу, вы можете ответить, я сейчас очень занята, но не могу тебе сказать, чем именно, извини. Когда родственники или знакомые обращаются к вам, чтобы вы сделали какой-то проект, вспомните про несколько правил. Вы можете взяться за проект бесплатно, если он очень интересный и воспринимается как собственное дело, которое вдохновляет. Перед тем, как согласиться, нужно подумать, будете ли вы успевать им заниматься. Если просят сделать бесплатно, а это предложение неинтересно и на него нет силы времени, то нужно отказать. Можно предложить сделать работу за оплату, сделав скидку. Если обращаются с просьбой сделать работу и при этом готова заплатить, то нужно воспринимать как обычный заказ от постороннего клиента. Конечно, можно сделать небольшую скидку. Проекты по дружбе или на других особых условиях должны занимать максимум 20% от всей работы. Чтобы оценить любую работу, стоит ли за нее браться, можно воспользоваться правилом два из трех. Суть его в том, что в любой творческой работе есть три компонента задача, заказчик и гонорар. И в идеале проект должен радовать каждым компонентом, но достаточно, чтобы хотя бы два из них были удовлетворительными. Если неприятного процесса будет всего 20%, а остальные 80% составят интересную часть, то работа продолжит радовать. Вы можете делиться в своем блоге процессом создания своего творения, трудностями и радостями на пути. Оформляйте работы с любовью и красотой. Все это позволит выстроить более теплые взаимоотношения между вами и заказчиками. Кроме того, подумайте о коротком описании своей концепции. Опишите свою задачу и мечту, к которой идете. Опишите, что повлияло на ваше творчество. Текст может быть разного объема, кому-то хватит пару строчек, а кому-то нужно несколько страниц. Умейте гордиться своим делом, с удовольствием рассказывайте о том, чем занимаетесь. Умейте интересно рассказать о своих успехах и поражениях, а также постарайтесь стать счастливым человеком, которым хорошо самим собой в ситуации, созданной для себя. Объединяйтесь с теми, кто искренне радуется за вас и ваши успехи. Когда мы воодушевлены, мы счастливы и можем дарить свою любовь другим. Воодушевление это то же самое, что и вдохновение, которое может переходить от одного человека к другому. Если люди общаются с человеком, у которого глаза горят, то они заряжаются этой энергией, у них тоже начинают гореть глаза. Подобный эффект можно получить, рассматривая результат чего-то творческого труда, посещая выставки и магазины с симпатичными товарами и листая социальные сети с красивыми картинками. Чем больше мы кого-то вдохновляем, тем больше сами вдохновляемся чужими идеями, желаниями и мечтами. В заключении пройдемся по нескольким пунктам. Первое. В жизни всегда много чего происходит, а если перестает, то человек начинает чувствовать себя одиноким и ненужным. Времена меняются, но событий становятся только больше. Цены, социальные условия, рождение детей, их взросление и так далее. Второе. У нас есть обязанности, но некоторые из них мы можем кому-то поручить. Если те, кому мы поручили, что-то не так сделают, то пусть они и переделывают. Третье. Денег всегда мало, поэтому для достижения мечты нужно посчитать ее стоимость и составить план. Конечно, лучше отложить денег больше, чем вы посчитали. Каждый день предпринимайте шаги к своей цели. Четвертое. Не жалейте, что-то бросите, если оно больше не приносит радость. Весь пройденный опыт пригодится в дальнейшем. Иногда что-то лучше начать сначала, ведь второй раз дается легче и результат получается лучше. И последнее, пятое. Идеального момента не существует. Всегда будет что-то мешать или чего-то не хватать. Если сейчас есть хоть какие-то благоприятные условия, то нужно совершать решительные действия. Вы можете выписать, какие у вас есть отговорки, чтобы принять их сведения и сделать все правильно. На этом книга заканчивается. хотела бы узнать твое мнение о книге, возможно, ты читал ее полностью. Было ли что-то полезное в ней для тебя? Лично для меня в книге было много повторяющихся мыслей и самое важное, что хотела бы отметить для себя, это то, что нужно стремиться к делу, от которого глаза горят. И нужно помнить, что некоторые этапы могут занимать больше времени, чем другие. Спасибо за просмотр. Пиши в комментариях, на какую еще книгу нужно сделать краткий пересказ, а я по возможности буду добавлять их в свой список. Внизу в описании есть ссылка, по которой ты можешь поддержать меня и мое творчество. Увидимся в следующем видео!